Исходя из переписи населения, которая прошла в 2021 году, на сегодняшний день городской округ Самары насчитывает 1 миллион 250 тысяч человек. 82% из этого числа взрослые и порядка 18% дети. В прошлом году в столице региона зарегистрировали 11 105 актов рождения, сообщили представители профильного ведомства на еженедельном совещании при главе города. Из них в 150 семьях родились двойны и 300 детей, и в одной семье трое на трое детей. Число третьих и последующих родов остается стабильным и имеет тенденцию к увеличению. Для решения задач по поддержке отдельной категории граждан и многодетных семей городской департамент опеки и попечительства продолжит реализацию значимых муниципальных программ, а также работу в рамках нацпроектов демография и здравоохранения. На сегодняшний день департамент оказывает 69 мер социальной поддержки населению Самары. В их числе обеспечение доступной среды для маломобильных групп населения и деятельность волонтерского штаба «Мы вместе», который продолжает свою работу в 2022 году. В 2021 году было предоставлено 221 выплата отдельным категориям граждан на улучшение своих жилищных условий. В 2022 году планируется предоставить 293 социальные выплаты на улучшение жилищных условий жителям городского округа Самары. Обсудили на совещании при главе города и оперативную обстановку за прошедшую неделю. Только за семь дней от отравления угарным газом пострадали восемь человек, в их числе трое детей, жители как частных, так и многоквартирных домов. К счастью, обошлось без серьезных последствий для здоровья. Чаще всего главной причиной отравления становится отсутствие вентиляционной тяги и плотно закрытые пластиковые окна. Самарцам вновь напоминает, угарный газ очень токсичен, при этом не имеет ни цвета, ни запаха. Первые признаки интоксикации – головокружение и слабая головная боль в лобной доле. Часто появляются нарушения слуха и зрения. Человеку сложно сфокусировать взгляд на каком-либо предмете. Чтобы избежать трагедии при малейших признаках отравления, необходимо срочно вызвать скорую помощь. Ольга Павлова, Николай Епифанов, События.